1 мая христиане отмечают Пасху. Ежегодно в Иоанно-Причеченском соборном храме на этот светлый праздник собираются сотни православных. На ночную службу многие приходят семьями. В течение субботы они по традиции освечали куличи и пасхальные яйца. Пасхе предшествовала Страстная неделя. Это неделя самого строгого поста. К этому празднику мы готовимся, конечно, заранее. Мы готовимся, пост держим. В храме мы убирались, очень готовились. И каждый пост держать не только, как правильно сказать-то. Ведь, чтобы пост держать, нужно еще милостыню давать, добро делать, стараться, чтобы всем людям, в общем-то, угодить, которым мы стараемся. И прихожане наши, между прочим, это оценивают. А всем жителям нашего города, конечно, я желаю, во-первых, здоровья. Здоровья. И чтобы всем все было хорошо, все было благополучно. Божьей помощи во всем. Готовился с самого начала поста до сегодняшнего дня еще. И полностью соблюдал пост. Сейчас приехал осветить куличи. Пекли куличи. Сегодня мы осветили их. Приходили батюшки нам все осветили. Дома все приготовили. Все нарядили, убрали. В общем, с величайшим настроением мы пришли к празднику. Начинается богослужение с до 12 ночи. С полуночницы. Это короткая служба. Она завершает Великую Субботу. Согласно Евангелию, в четверг Иисус установил таинство Причащения. После неправедного суда его распяли. Этот день у православных называется Великой или Страстной Пятницей. По церковным обычаям, именно с этого дня в центре храма находится святая плачаница с изображением Христа в гробнице. Полуночница заканчивается, и мы можем наблюдать, что плачаницу заносит в алтарь. Здесь она будет лежать на престоле 40 дней до праздника Вознесения Господни. Продолжение следует... Это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Обойдя храм, верующие останавливаются перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру гроба Господня. И здесь священнослужители возвещают о главном, произнеся «Христос воскресе». Им отвечают прихожане «Воистину воскресе». Следующая часть богослужения называется «Пасхальные утренние». Духовенство и прихожане с благой вестью возвращаются вовнутрь храма. Затем идут пасхальные часы и завершают службу литургии. Затем мы видим, что духовенство переоблачилось в праздничную одежду. Царские врата посреди иконостаса остаются открытыми. И открытыми они останутся до следующего воскресения. Это означает, что воскресение Христово открыло райские двери для всех людей. Еще до начала богослужения в ночь субботы на воскресенье храм посетил владыка Николай, епископ Кумертауский-Салавацкий. Он поздравил всех со светлым праздником. «Дорогие жители и гости города Кумертау, хотел бы вас всех искренне, сердечно и тепло приветствовать и поздравить с одним из великих и самых главных основных праздников Православной Церкви, светлым Христовым Воскресением, Святой Пасхой. Всем бы также хотел пожелать вам от воскресшего Христа Спасителя крепости духовных и телесных сил, всяческого благополучия, семейного счастья и совершенного мира, чтобы Господь укреплял во все годы нашей жизни нас. И в сегодняшний день я считаю своим долгом поздравить также и жителей нашего любимого города Кумертау, второго по значимости города в Салавацкой и Кумертауской епархии. И также я сегодняшний день в преддверии Великого Праздника посетил храмы в селе Маячном и Марфо-Мариинский женский монастырь села Ира, столетие которого мы будем праздновать в этом году. С праздником вас всех, дорогие мои! Христос воскресе! Праздничную литургию в Иоанна Пречеченском соборном храме отслужил отец Анатолий. Он зачитал и поздравления митрополита Московского и всей Руси Кирилла. Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцаясь благовением и трепетом восставшего от гроба Христа Жизнодавца, поделимся же всей спасительной вестью с ближними и дальними, дабы они узрели неизреченное сияние божественной любви и вместе с нами благословили и прославили всечестное великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, превосходящее всякое разумение, спасительный свет воскресения Христова. Дозаряя неизменно наш жизненный путь, просвещая, утешая нас, делая причастниками и наследниками Небесного Царства. В этот день все желали друг другу добра, мира и благополучия. Первое, что пожелаю, чтобы все ходили в храм всегда, чтобы у всех была вера хорошая. У нас, конечно, утрачена была вера, но сейчас мы должны ее взять. У нас очень хорошие священники и проповеди хорошие ведут. И весь коллектив наш дружный, мы как все сестры. Мы рады, мы прям с радостью идем в этот храм. Желать еще раз всем здоровья, и нашим прихожанам всем, и всем россиянам тоже. Всем здоровья, самое главное, чтобы было здоровье, благополучие в каждой семье, чтобы мир у нас был. Многие в пасхальную ночь подходят к чаше с хлебом и вином. Причащение – это главные таинства христианства. Этим завершается литургия. По обычаю, в пасхальную ночь освящается особый хлеб – артас, с изображением креста или воскресения Христова. Он будет храниться в храме до следующей субботы. Затем его раздадут верующим. Освящали верующие в этот день куличи и другие угощения. Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется «Светлая пасхальная седмица». «Светлая пасхальная седмица». Продолжение следует...